10 февраля в Москве в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» обсудили итоги работы программы. Казанский федеральный университет представила делегация вуза во главе с ректором Ленаром Сафином. Среди ключевых моментов планируется работа по созданию прототипа интеллектуальной системы управления беспилотными транспортными средствами для внутризаводской доставки грузов по ОКАМАЗ, а также привлечения кадров, а именно молодых специалистов. Говоря об итогах работы за предыдущий год, можно выделить следующее. Введение двух новых образовательных программ бакалавриата магистратуры на Бернчелнинском институте Казанского федерального университета. Также студенты «Передовой инженерной школы» прошли стажировку в ПАО «КАМАЗ». Предстоят грандиозные планы в рамках проекта «Передовой инженерной школы» для реализации в 2023 году. В «Киберавтотех» Казанского университета будут разработаны и внедрены пять новых образовательных программ. В рамках проекта по созданию образовательных пространств будут запущены новые лаборатории. Рост количества регистрируемых результатов интеллектуальной деятельности передовой инженерной школы «Киберавтотех» в 2023 году должен составить почти 20%. Напомним, в апреле 2022 года было подписано постановление правительства о мере государственной поддержки программ развития передовых инженерных школ. Вузам, прошедшим конкурсный отбор, были предоставлены гранты на их создание. Вузы более чем из 40 городов России подали заявки на конкурс. По итогам отбора грантовую поддержку получили 30 вузов из 15 регионов страны. Среди них Казанский федеральный университет в партнерстве с ПАО «КамАЗ». Эмилия Адельшина, Универ Ньюз.